Самые простые из игр зародились еще в глубокой древности и внешне напоминают игры животных. Игры издавна служили средством самопознания, здесь проявляли свои лучшие качества, доброту, благородство, взаимовыручку, самопожертвование ради других, частность, справедливость. Также в играх вырабатывались физические качества, выносливость, сила, ловкость, быстрота. Подвижные игры способствовали развитию большого количества разнообразных движений. Русские народные игры сохранились до наших дней со времен глубокой старины, передавались из поколения в поколение, в них включали лучшие национальные традиции. В старые времена на Руси существовало около трех тысяч игр. На этом уроке давайте вспомним русские игры, для которых характерны простота, общедоступность, широкая распространенность. Это простейшие игры с бегом и ловлей друг друга, догонялки, ловишки, салки, игры с прыганием и лазанием по деревьям, подпрыгивание, качание на суку, салки по деревьям, детская борьба возня и другие. Подвижная игра салки. Считается подвижной и физически развивающей игрой. Все участники расходятся по площадке, руки держат за спиной и закрывают глаза. Ведущий кладет любому игроку в руку предмет, после чего на счет раз-два-три все дружно открывают глаза, но руки все также остаются за спиной. Игрок, у которого оказался предмет в руке, говорит «Я салка». Другие ребята должны от него убежать, прыгая на одной ноге. Салка тоже прыгает на одной ноге. Тот, кого коснется салка, станет водой. Подвижная игра – пустое место. Все участники встают в широкий круг лицом к середине на расстоянии полушага друг от друга, а водящий идет с внешней стороны круга. Как только водящий дотрагивается до кого-либо из круга по спине, бросается бежать вдоль круга в своем первоначальном направлении. Выбранный игрок бежит в обратную сторону. Цель каждого – первым занять образовавшееся место. Кто не успел, становится водящим. Подвижная игра – горячее место. В центре площадки обозначается место, которое называется горячим. Оно является местом отдыха, где вода не может трогать игроков. Вода стремится поймать тех, кто пытается забежать в горячее место. Игрок может находиться там сколько угодно, но выйдя из круга, ему опять придется убегать от воды. Игра заканчивается, когда вода поймает всех. Подвижная игра – шишки, желуди, орехи. Ученики встают тройками и, взявшись за руки, образуют круг. Каждая из тройки имеет название – шишки, желуди, орехи. Ведущий находится за пределами круга. Ведущий произносит слово «орехи» или «шишки, желуди». И все игроки, которые имеют это название, меняются местами, а ведущий старается занять чье-то место. Если ему это удается, то он встает орехом, желудем, шишкой. А тот, кто остался без места, встает на место ведущего. Подвижная игра – ручеек. Выбирается водящий. Остальные делятся на пары, желательно разнополые, и сцепляют руки. При этом встают друг за другом, образуя коридор и поднимая руки вверх. Водящий входит в образованный коридор с одного конца и двигается в другой конец коридора, по дороге выбирая себе пару. Он берет понравившегося ему человека за руку, расцепляя стоящую пару. Новая пара вместе идет в конец ручейка и встает там, подняв руки вверх. Освободившийся игрок становится водящим, идет в начало ручейка и заходит в коридор, выбирая себе человека для пары и так далее, пока всем не надоест играть. Подвижная игра – рыбаки. По сигналу тренера водящий догоняет любого игрока и задевает его рукой, осаливает. Водящий и осаленный игрок берутся за руки одной рукой, образуют рыбацкую сеть и начинают догонять остальных рыбок, бегая парой, не разъединяя рук. Догнав и осалив следующего игрока, они присоединяют его к рыбацкой сети и рыбачат уже втроем, перемещаясь по залу, держась втроем за руки. Таким образом, с каждым осаленным игроком сеть становится на одного человека длиннее, а рыбок на одну меньше.